Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я начинаю серию видео обучению программированию на питоне. Первое видео будет о том, как установить питон на вашу операционную систему. Для начала следует проверить, возможно питон у вас уже установлен. Для этого надо открыть терминал. Если у вас Windows, чтобы открыть терминал, надо нажать кнопку Windows и кнопку R одновременно и далее ввести команду cmd. Таким образом откроется терминал. Если у вас macOS, например, как у меня, то есть несколько способов открыть терминал. Один из способов это открыть его среди списка программ. Он находится в разделе Другие, терминал. Другой способ это нажать Command пробел и набрать терминал. Открывается тоже терминал. Если у вас Linux, например, Ubuntu, то для открытия терминала надо нажать Ctrl-Alt-T. После того, как вы открыли терминал, надо ввести команду Python. Команда не найдена. Это может значить, что у вас Python не установлен. Но на самом деле, в ряде случаев, Python может запускаться как Python 3. Например, как на macOS. У меня Python установлен. Если у вас Python установлен, то можете переходить дальше, к следующему видео. В случае же, если у вас команда Python и Python 3 не выдала никакого результата, то необходимо установить Python. Для этого переходим на сайт Python.org. Это официальный сайт Python. Здесь вы можете найти обучающую документацию и множество материала от разработчика Python. От сообщества, которое поддерживает этот язык программирования. Нас интересует установка, поэтому нажимаем на кнопку Download. По умолчанию откроется самая последняя версия для вашей операционной системы. В моем случае это macOS. И по нажатию на эту кнопку я получу самую последнюю версию Python. Это версия 3.12. Нажимаю скачать. Скачивается пакет для установки Python. Если у вас Windows, можете нажать. Для Windows есть два основных варианта. Скачать Python. Можно скачать установщик Python, который запустит стандартный установщик, который установит Python среди других программ. А также есть вариант скачать встроенную версию. То есть, скачается архив, который можно будет распаковать в нужную папку и запускать из нее. Наиболее удобный это установщик. То есть, если вы нажмете установщик, то потом достаточно его запустить. И после нескольких нажатий далее и применения стандартных настроек, то он у вас будет установлен. После того, как вы скачали нужную вам версию Python, запускаем установщик. Например, для случая с macOS, просто нажимаем далее несколько раз. Устанавливается последняя версия Python. Установка для Windows полностью аналогична. Питон установлен. Ждем завершения установки. Готово. Теперь открываем консоль. Можно это же переоткрыть. И выполняем команду Python, либо Python 3. Теперь мы видим, что при запуске Python выводится его версия. И если в прошлый раз была версия 3.11, то теперь последняя версия 3.12. Python установлен, и им можно пользоваться. Интересная особенность Python, что по умолчанию он является очень простым калькулятором. То есть, в целом, это удобно, если вам нужно посчитать какие-то числа, и неохота открывать калькулятор. То есть, к примеру, 1 плюс 2. 10 умножить на 12. 12 разделить на 4. На 0. Ошибка. Деление на 0. Таким образом, это тоже позволяет немного поиграться с Python. Так, на сегодня все. В следующем видео я расскажу, как установить редактор кода, покажу несколько версий, доступных для скачивания, как бесплатных, так и платных, а также пример простенькой программы на Python. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok